Всем привет! Продолжаем работать с Jenkins'ом. Возьмем то задание, которое мы с вами в прошлый раз сделали через графический интерфейс и превратим его в Pipe. То есть начнем хранить конфигурацию заданий Jenkins'а в виде кода на GitHub. Если вы не умеете и не понимаете GitHub, лучше, конечно, в нем начать разбираться. Полно мануалов, инструкций. Мы будем делать с вами примитивные и простые вещи. Просто можно повторять за мной и ждать, когда придет понимание. Итак, первый Pipe Jenkins. Будем с вами рассматривать ситуацию по оптимизации того, как у нас происходит обычно диплой. Если у нас все очень плохо, у нас происходит все в ручном режиме. Разработчик пишет какой-то код, затем он для сохранения, для версирования его сохраняет в какую-нибудь систему управления версиями. Например, на GitHub заливает GitLab, куда угодно. Bitbucket, я не знаю. А затем он руками отправляется на сервер, там, коннектится по SSH, передает туда через SCP или каким-то еще образом свой код, что-то там заменяет, обновляет, перезапускает демоны и так далее. То есть делает очень много ручного труда. Задача DevOps, одна из кучи задач DevOps заключается в том, чтобы автоматизировать все процессы так, чтобы разработчик только писал код. Все остальное должно выполняться в автоматическом режиме. Таким образом, мы с вами подходим к такой ситуации, когда у нас разработчик просто отправляет изменения куда-то на сервер, а Jenkins сам идет на этот сервер, забирает оттуда код, читает его, выполняет необходимые действия на удаленном сервере и затем отчитывается обратно в систему управления версиями и сразу может на комп разработчика. В такой ситуации идеальный разработчик просто пишет какие-то обновления кода, что-то там дополняет, изменяет, и ему Jenkins будет кричать только в случае, если что-то где-то упало, какие-то тесты не прошли, что-то не сработало. То есть разработчик занимается у нас своим делом и не рассеивается на какие-то мелочи. Мы с вами будем к этой системе подходить постепенно. Например, сегодня мы с вами просто настроим Jenkins так, чтобы он умел работать с пайпами, с какой-то конфигурацией джобов в виде кода, но при этом автоматически он еще пока срабатывать не будет. То есть разработчик у нас будет отправлять свой код на сервер и затем руками идти на Jenkins и руками запускать джоб. А Jenkins уже сам будет ходить в систему управления версиями, забирать код и выполнять какие-то действия. Значит, для начала с вами немножко оптимизируем тот момент, что у меня нет DNS. Мы с вами уже подключались на машину с Jenkins. Она у нас, я надеюсь, осталась с айпишником 107. Я все этот вопрос никак с вами не могу решить. Да, отлично, я вижу, что это машина с Jenkins. Давайте я перейду из-под рута и впишу в etc-host вместо того, чтобы заниматься с DNS, просто здесь где-нибудь впишу, что это у меня будет DNS. Простите за синенький цвет, не буду заморачиваться, просто DNS я там написал. И скажу, что машина 192.168.0.109. Это мой серый рубунт, он будет называться UB1. Сохраняя изменения, перехожу в пользователь Jenkins и попробую сделать SSH root на машину UB1. Мне нужно ей доверить, потому что он теперь видит то, что это у нас новый хост UB1. И если мой ключ был прокинут правильно, все правильно, я попал из-под рута на UB1. Все, мне больше в этой консоли делать нечего. Остальное сейчас попробуем, сделаем в графическом интерфейсе. Итак, отправимся в мой Jenkins. У нас там админ админ, по-моему, был. И в Jenkins у нас с вами было одно задание. Вот у нас это задание. TestJob. Давайте я изменю настройки этого задания так, чтобы у меня там вместо IP-шника было имя. Проверим, что у нас все продолжит работать. Впишу здесь UB1. Все тот же самый конвейер, что и вчера. Вот наше задание. Попробую его собрать. Вот она у меня, четвертая, бежит. Вот оно прошло успешно. Я даже в консоль не буду смотреть. Вижу то, что зеленая лампочка. Отлично. Теперь давайте разберемся с пайпом. Вот он наш обновленный буквально вчера GitHub. Как раз у нас вчера был даунтайм небольшой из-за того, что он нас лег. На GitHub меня интересуют мои репозитории. Я еще не привык к этому новому интерфейсу. Вот Project Template у меня есть. Вы там все можете в него зайти, посмотреть, что там есть. Значит, в Project Template я создал в Jenkins файлах один простенький пайп. Называется First Steps Jenkins. Мы сейчас не будем заморачиваться с DDE-шками, коммитами. Все будем делать в GUI. Значит, тут наша система хранения версии. В ней есть файл. Файл очень простой. Значит, вначале мы указываем, что у нас это будет Groovy. Пайп у нас на Groovy в Jenkins. Здесь мы пишем какой-нибудь там комментарий. Вот он у нас. И следующие строчки. Значит, я вам брошу ссылку на Manual Jenkins, но в принципе там все понятно. Значит, свойства для этого сборки, для этой сборки запретить одновременные сборки. То есть, если у нас уже запущено выполнение этого задания, чтобы следующее задание не запускалось до завершения текущего задания. То есть, если у вас кто-то будет быстро-быстро-быстро коммитить какие-то свои изменения на GitHub, ну или просто несколько раз запустит одно и то же задание, чтобы не возникло никаких конфликтов, у нас будет одновременно выполняться только одна версия этого задания. Далее мы пишем сам пайп. Здесь, конечно, это все не очень красиво видно. Скорее всего, потому что у меня используется... Я скопировал по-дурацки с пробелами и стабами. Давайте-ка откроем этого IDE. Вот он, мой родной pipe charm. И здесь это выглядит уже посимпатичнее. Значит, вот оно, наше свойство запретить одновременные сборки. Затем мы пишем сам pipe. Вот он. В нем у нас есть несколько разделов. В частности, я говорю, что агент у нас будет выбираться по метке мастер. У нас всего сейчас только агенты на самом мастере. Мы не делали каких-то распределенных агентов, расположенных на других машинах. Поэтому можно, в принципе, тут, наверное, и не использовать. Но мы указываем то, что у нас должна собираться эта задачка на мастере. Затем у нас есть опция этой сборки. Здесь у нас есть build-discarder, который что-то там у нас отменяет. В частности, в данном случае он нам говорит о том, что нам нужно хранить логи последних 10 сборок и артефакты из последних 10 сборок. Вы это все можете нагуглить, посмотреть. Далее, строчка timestamps говорит о том, что в выводе сборки в графическом интерфейсе мы хотим видеть временные отметки. Если этот timestamp не указать, там просто будет поток выполняемых задач, вывод их без времени. С временем это, само собой, удобнее. И всего у нас есть один stage. Здесь мы указываем, что нам нужно несколько stages. Stage у нас один. Он у меня почему-то называется Preparations. Давайте я назову его просто First Step. Это просто описание First Step. И один простой шаг. В Shell выполни все то же самое, что мы делаем в том пайпе. Получи имя. Так как у меня и так Shell вот этими кавычками выделяется, то вот эти кавычки мне приходится экранировать вот таким вот слышал. Обратным. Вот он. Эту кавычку я экранировал и эту кавычку я экранировал, чтобы не было ошибки. Давайте я здесь сразу заменю все на пробелы, чтобы мне это все красиво стало выглядеть на GitHub. И теперь мне нужно этот файл закоммитить. Открывай свой ненаглядный кракен, который не уменьшается для размера записи, но ничего страшного. Вот я вижу изменения, которые я внес. Как раз пробелы всякие замененные. Говорю то, что у меня это, пусть будет Tabs to Spaces. Заменил я. Застейдживаю, комичу, отправляю на GitHub. Можем сразу на GitHub обновить окошко. И вот у нас стало посимпатичнее, выровнялись все фигурные скобочки. Собственно, вот он наш pipe. Нам нужно теперь просто Jenkins'у сказать, что где-то в интернете лежит файл, из которого он сможет взять конфигурацию заданий. Вот этот вот файл. Файл у нас с вами лежит в моем project template'е. Jenkins'у нужно сказать, откуда, из какого репозитория взять файл для сборки. Репозиторий вот он. У меня сейчас HTTPS ссылка, она меня устраивает. По SSH будет у нас Jenkins'у спросить ключ. Мы берем ссылочку с HTTPS. И, собственно, идем сюда. Создадим просто еще одно новое задание. Создать item. Он у нас назывался, кажется, First Steps. Да. И это будет pipeline. Говорим окей. Ничего больше не будем вставлять, кроме пути к этому pipeline. Говорим, что у нас, да, действительно pipeline script. И с системой управления версиями. Система управления версиями у нас git. Спрашивает путь к репозиторию. У меня открытый для всех репозиторий. Если бы у меня был закрытый репозиторий, мне бы здесь нужно было создавать учетку, указать путь к этой учетке. Мне этого не нужно. У меня один репозиторий. Ветка по умолчанию у меня мастер. Мы это могли видеть в кракене моем. Там только мастер. Всего одна ветка. С несколькими ветками будем еще разбираться. И путь к этому Jenkins файлу. Давайте я его прямо отсюда возьму. Где у меня там был Jenkins Files. First Step. Вот в этом репозитории. В его корне есть директория Jenkins Files. И в этой директории у меня есть First Steps Jenkins. Говорим сохранить. И вот у меня какой-то есть pipeline First Steps. Давайте попробуем его запустим. Вот пошла у меня сборочка. Давайте мы в нее заглянем. Посмотрим консоль output. И видим, что пошел процесс. Он идет в мой репозиторий. Глядит в этот репозиторий. Смотрит, что там есть. Какие ветки. Вы можете все вот эти гитовые действия посмотреть. Видит последний коммит. Мой tap to spaces. И вот он выполняет действия shroot и так далее. И мы видим UB1. Можем попробовать с вами сейчас. Прямо вот здесь вот жестко добавим что-нибудь еще. Без всяких гиткракенов, IDE-шек. Варварский через гуй гита. Скажем, что еще хотим. Один степ. Точнее еще один стейдж. Степов нам хватает. Выравниваем. Назовем его второй степ. Second step. И во второй раз пусть он не хост на имя. Не знаю. Uptime скажет нам. Пишем в коммит. Добавил второй шаг. Second step to Jenkins test pipe. Напрямую в мастер будем коммитить. Не будем никаких поковеток делать новых. За коммитили. Видим, появился у нас второй степ. Идем в Jenkins. Jenkins'у просто говорим. Для job first step. Выполни его еще раз. Сейчас у нас пойдет выполняться вторая задача. Вот она пошла. Смотрим ее консоль output. Видим, что Jenkins сам пошел на сервер. Все забрал. И вот у него был первый степ. И вот у него второй был степ. Во втором степе, пожалуйста, он тоже выполнил действие. Показал нам Uptime. И мы в самом нашем first step. Надо будет в следующий раз делать получше разрешение экрана. Можем увидеть то, что вот у нас stage. Какие проходят. Вот было первое задание. Там было всего два шага. Проверь, что у нас есть на GT. Выполни первый шаг. И вот второй шаг. Мы можем в любом месте щелкнуть, посмотреть логи. Вот он, например, наш Uptime. Как раз таки. Вот когда он выполнял первый шаг. Вот он наговорил нам хост. Вот, кстати, в логах то самое время. Если бы мы вот здесь вот не указали timestamps, у нас вот здесь вот не было бы вывод этого времени. Немножечко сумбурно у нас получилось. Давайте я попробую как-нибудь обобщить. Мы с вами сделали так, что описание задания у нас хранится в виде файла. Файл у нас написан на Groovy. Файл хранится где-то. Jenkins'у мы указали, где хранится файл. Вот и все. После чего мы дергаем каждый раз. Нажимаем на кнопочку в Jenkins'е. Jenkins'е сам куда-то ходит. Забирает описание, изменение описаний и выполняет эту задачу. В следующий раз мы сделаем так, чтобы руками Jenkins'е дергать было уже не нужно. И Jenkins'е сам будет следить за изменениями и сам сразу выполнять задания, если так указано в самом задании. Кому было запутано изо всех этих гитов, айдешек, кракенов и так далее, вы пишите. Если что, попробую вам как-нибудь объяснить. Вообще, в любом случае, админы Linux'а, они будут все рано или поздно эволюционировать в девопсах. Просто так админы, они уже нафиг никому будут не нужны очень скоро. Примитивные админские задачи у нас уже автоматика выполняет в принципе сейчас. Так что давайте, начинайте двигаться, развиваться в сторону девопса.